Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня Великий Четверг, день установления Святой Евхаристии, Божественной Литургии. Литургия – это особое богослужение. А прежде всего, вот о чем хотелось бы сказать. Все молитвы, которые мы совершаем дома, в храме, эти молитвы называются богослужением или частным, если это домашняя служба, то есть молитва, или же общественным. За исключением литургии. Литургия – это не совсем богослужение. В том смысле, в каком мы понимаем, что мы молитвой служим Богу. Литургия – это тот момент, когда Бог служит человеку. А, следовательно, литургия – это как бы не богослужение, это дар Божий человеку. Потому что в этом даре Бог дарит себя человеку. Он отдает себя в этом богослужении человеку. Это самое важное, что есть в нашей жизни. Как служим мы Богу, мы об этом знаем. Мы говорим, что служим по немощи своей. Мы люди слабые, немощные. И такая наша служба. А вот есть литургия. Когда начинается эта служба, диакон обращается к священнику с такими словами «Время сотворите, Господи!» Это очень странные слова. Странные в том смысле, что они не вмещаются именно в категорию, как я уже сказал, богослужения. Потому что эти слова говорят о том, что сейчас будет творить Бог. А священник, он будет только служить Ему, потому что самое главное, что будет совершаться, это таинство. Это то, что незримо для наших очей. А вот священник делает невидимое таинство, которое совершает Господь, зримым. Зримым, потому что Он перемещает евхаристические сосуды, наполняет эти сосуды. Он в этот момент на послушании у Господа, Который творит самое великое таинство – тело и крови. Мы знаем о том, что перед литургией совершается проскомидия. Проскомидия, когда заготавливает священник часть хлеба и вина для того, чтобы в определенный момент уже самой литургии, так называемом евхаристическом каноне, хлеб и вино стали телом и кровью Христа. И все это совершит Господь. Священник, он только возглавляет молитву, а служит в этот момент сам Христос каждому из нас. И вот особенно сегодня ярко в Евангелиях было показано, «Когда все собрались в Сионской горнице, Спаситель, видя, что ученики между собой спорят, кто из них больший, для того, чтобы меньшие умывали ноги старшим, Христос снимает с себя верхнюю одежду, потому что верхняя одежда, она мешает для работы и остается только в нижней одежде, как раб. Он припоясывает себя для удобства служения своим ученикам, наливает сам воду в умывальницу и подходит к каждому ученику и умывает ему ноги». Вы знаете о том, что на Востоке очень быстро ноги покрываются пылью, потому что они ходят в сандалиях босиком, и когда они заходят внутрь светлицы, то нужно первым делом омыть ноги, чтобы не пачкать светлицу. И вот Спаситель, как раб, моет ноги своим ученикам, и Он говорит им, «Я ваш учитель, но я умываю вам ноги, и вы делайте так же». Мы видим, братья и сестры, глубину смирения нашего Спасителя. Вы знаете, мы, конечно, совершенно не понимаем, кто же такой наш Спаситель. Мы только знаем богословские тезисы о том, что Он – Бог, ставший человеком. Но что такое Богу стать человеком? Это ограничить свое бытие, это сузить свою жизнь в маленькую точку человеческого существа в сравнении с божественными возможностями. И Господь это делает ради любви к нам. Для того, чтобы хоть немножко прикоснуться к этому, каждому из нас нужно научиться смиряться, чтобы с определенной своей высоты снизойти, для того, чтобы послужить кому-то. у нас это очень плохо получается. Нам это очень тяжело делать, потому что мы часто говорим, «А почему я?» А пусть Он. Это вечный спор. Вечный спор рабов. Господь, Он обладал огромными возможностями. И Он эти возможности использует для того, чтобы служить тем, кто этих возможностей не имеет. Мы же часто возможности используем для того, чтобы управлять, чтобы влиять. Он же использует для того, чтобы служить. мы об этой любви, как я уже сказал, ничего не знаем. Мы можем прикасаться немножко. И вот сегодня Спаситель наш прежде своей смерти на кресте Он буквально изводит из своего сердца кровь, наполняет чашу кровью и телом Своим. Мы можем из этого что-то понять? Это понять невозможно. И поэтому, когда Господь сказал, что Я хлеб, сшедший с небес, и ядущий Мою плоть, и пьющий Мою кровь имеет в себе жизнь. Многие сказали, кто может это слушать? Оно абсолютно не усваивается нашими мозгами. Это невозможно слушать. И как говорит Евангелие от Иоанна 6 глава, многие даже ученики отошли от него. А фарисеи еще и говорили, но мы же знаем, это Иосифов сын, его же сестры, братья между нами. Это говорит о том, что они совершенно не знали, что он был не Иосифов сын, а Мариин сын. Он бессеменно был зачат. А братья и сестры были только названные. И вот наш Спаситель наполняет чашу и говорит, сияя из крови Моя Нового Завета, пейте от нее все. Он взял хлеб, преломив его и сказал, «Сие есть тело мое, ядите от него и сие творите в мое воспоминание». И вот в определенный момент за литургией хлеб и вино становятся телом и кровью в буквальном смысле этого слова сохраняя сохраняя вид хлеба и вина. Но по существу своему это уже тело и кровь. Что это? Это таинство любви. Так нужно любить, чтобы напоить своей кровью, своим телом напитать, при этом сохранив вид хлеба и вина, потому что мы не можем вкушать плоть и кровь. как это произошло, как это происходит. Мы знаем, что это происходит, но как это происходит, мы ничего не знаем. И поэтому называется эта служба вот этим даром, что Бог служит нам. Не мы служим Ему, потому что мы не можем это сотворить. Это сотворить может только Он один. Господь говорит, что кто вкушает Его плоть и кровь, тот имеет вечную жизнь в себе. И тот присутствует во Мне, и Я в Нем. В нашей голове много всяких вещей присутствует. Мы о многих вещах думаем в своей жизни. Господь не случайно говорит «Сие творите в Мое воспоминание». Что такое воспоминание? Воспоминание это когда мы из какой-то пассивной информации, которая хранится в нашем сознании, мы делаем ее активной. Вот если мы что-то забыли, но если мы вспомнили, значит она активизировалась как бы эта информация. Господь говорит «Витворите в Мое воспоминание». Если мы вспоминаем нашего Господа, это значит, что в нашей душе Господь оживает, Господь начинает присутствовать, потому что бывает, мы о Нем вообще никак не вспоминаем, как будто Его нет в нашей жизни. Сегодня вы слушали послание апостола Павла Коринфяна. Он говорит очень важные вещи о причастии. И он говорит о том, что первое, каждый, прежде чем причащаться, должен себя искушать. Искушать это значит испытывать себя. То есть нельзя просто приступить к чаше, не испытав себя. Мы это называем исповедью. Мы исповедуемся, то есть мы перед тем, как причащаться, мы себя испытываем. Мы смотрим, а вот это мы согрешили, в этом согрешили. Испытав себя, мы подходим к священнику, исповедуемся, и священник читает разрешительную молитву. Апостол Павел еще говорит два важных слова. Он говорит, мы должны причащаться тело и крови, чтобы не в осуждение себе, с рассуждением. Он говорит, нельзя без рассуждения этого делать. Это значит, что многие, кто недостойно, говорит, он причащаются тело и крови, некоторые болеют по этой причине, а другие даже умирают по этой причине. То есть получается, что рассуждение это то, чего нам не хватает перед тем, как принять святое таинство. Как нужно рассуждать? А рассуждать нужно особенно читать Евангелие. Вот есть Евангелие, скажем, которые говорят нам о причастии, то есть о тайной вечере сегодняшней. А есть Евангелие от Иоанна, шестая глава, где говорится о том, что он называет себя хлебом, сшедшим с небес. И вот это Евангелие очень важно прочитать. Иногда даже можно прочитать его вместо канона к причастию. Вот если вы не успеваете прочитать все молитвы к причастию, можете даже взять вместо канона к причастию почитать. Почитайте это Евангелие, поразмышляйте, что это значит хлеб, который сошел с небес. Я отдаю себя за жизнь мира, говорит Господь в этом Евангелии. Рассуждайте об этом, размышляйте, вникайте в каждое слово, полюбите каждое слово этого Евангелия, чтобы эти слова звучали внутри нас. Если эти слова будут звучать внутри нас, мы в какой-то момент поймем, что значит Бог служит нам. Мы поймем, что Он очищает нас от греха, Он омывает своей причистой кровью наш грех. Каждый из нас знает, что невозможно грязной водой смыть грязь. Мы будем только ковыряться в этой воде, и грязью все равно будет покрывать эта грязная вода то грязное место, которое мы пытаемся омыть. И только чистая вода может смыть грязь, и только его причистая кровь может смыть наш грех. Ни одна кровь не является настолько чистой, чтобы она могла смыть наш грех. Грех любого, вернее, кровь любого человека, она с примесью грязи, и она не может омыть человеческий грех. Когда мы говорим, братья и сестры, о грехе, то грех это это не просто грязь, это то, братья и сестры, что делает нас знаете, адом. есть замечательное произведение о Льюисе, называется это произведение о расторжении брака. И вот он в первых строчках этого произведения, очень глубокое произведение. это тот, который стейп Клайв Льюис, не Кэрол Льюис. Вот он говорит о том, что многие хотят, чтобы был брак между раем и адом, чтобы рай и ад вступили как бы в брак. Но это невозможно. Мы иногда хотим сочетать браком вот этот ад, который внутри нас, и рай, который внутри нас. Возможно ли, что такой брак будет счастливым? Нет, это невозможно. И он развивает эту мысль очень красиво в очень таких интересных образах. мы пытаемся сочетать несочетаемые внутри себя частые. А ведь когда мы причащаемся тело и крови Христа, мы вступаем в брак со Христом. Мы становимся одним телом и кровью со Христом. Помните, о чем еще говорится в Писании, что становятся телом и кровью единой? Это мужчина и женщина, которые вступают в брак. Есть у апостола Павла такая цитата из Ветхого Завета. Он говорит, оставить человек отца своего и матерь свою и прилепиться к жене своей и будут двое вплоть едину. Вот это цитата из Ветхого Завета. Но дальше он продолжает уже свою глубокую мысль. Тайно говорит он это велика есть. Потому что кто из нас может понять, что значит мужчина и женщина стали вплоть одну? Ведь они порознь ходят в своих телах. они ведь не ходят вместе соединившись а порознь. Значит не всегда они пребывают в плоти единой. И он говорит тайно это велика есть. То есть это тайно говорит он велика потому что я говорю это во Христа и церковь. То есть как церковь соединяется со Христом через причастие мы соединяемся со Христом и внутри нас течет кровь Христа и внутри нас клеточки Христа наполняют наше тело. Они приживаются внутри нас. Мы становимся новым человеком и мы иногда хотим сочетать в себе ад и рай браком. Это невозможно. И от этого часто вот этот внутренний конфликт человеческого бытия. Вот сегодня нам Господь говорит прежде всего когда вы приобщаетесь к таинству тела и крови моего, то вы постарайтесь послужить другому. Вот мне иногда приходится на исповеди убеждать говорить такие вещи, которые настолько тяжело относительно примирения. Люди часто не могут примириться. И они говорят, ну это же он виноват, ну почему это я должен, я должна. И человек тем не менее хочет причаститься к святых христовых тайн. ему как бы говоришь, ну ты понимаешь, что Господь сказал, как вы прощаете, так и вам будет прощено, но ты же не прощаешь. Тебе же не проститься, ты в суды в осуждение причастишься святых христовых тайн. Ты хочешь сочетать сейчас Христа внутри себя и вильзывула, это же невозможно. Ты должен понять, что ты внутри должен быть смиренным. А смиренный человек это тот, который отрицает в себе всякую человеческую правду. Потому что смиренный это не просто терпеливый. Я бы сказал так, чем отличается смирение от терпения? Смирение это то же самое терпение, но только когда мы терпим с миром и без ропота и с любовью. Вот это есть смирение. И вот когда в тебе есть смирение, то тебе Бог даст свою благодать через это таинство. Если в тебе нет этого смирения, то ты будешь сочетать то, что вызовет в тебе в какой-то момент только болезни, то, о чем говорит апостол Павел. А многие даже могут от этого опаления, помните, как говорится, что тело и кровь это огонь, он попаляет и может обжечь человека. И этот ожог может быть смертельным для человека. И что мы видим, что произошло еще на Тайной Вечере? Предательство Иуды. И обратите внимание, Господь озвучивает предательство Иуды. Он, конечно, не указывает для всех пальцем на Иуду. Он говорит, один из вас предаст меня. Все ученики начинают говорить, не я ли, Господи? Потому что внутри каждого был страх. Может быть, и я тоже предам. Не было уверенности относительно себя никакой, ни у кого. И вот, когда уже все ли они за стол, а вернее сказать, возлегли, потому что именно возлежали они, почему Иоанн Богослов возлежал на груди у Спасителя. Это такой триклиний. Так располагался этот стол с тахтами вокруг. Низкий стол и тахты, которые буквой П, а тот, кто обслуживал, ходил посередине. Называли его архитриклином. И вот, когда Господь говорит, один из вас предаст меня, не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Особенно у Леонардо да Винчи в его Тайной вечере это четко видно. Они спрашивают, они как бы поделились на тройке друг друга, может быть, это то это. И вот, когда они уже возлежали, апостол Петр спрашивает Иоанна Богослова, дает ему знак, спроси у Учителя, кто этот предатель? Иоанн Богослов спрашивает. Он слышал сердцебиение Христа в этот момент, потому что лежал у него на груди. Это единственный человек, который слышал сердцебиение, кроме Матери Божьей, Матери Божьей еще слышала сердцебиение Спасителя. И он спрашивает, кто это? И Спаситель говорит, «Тот, кому я подам хлеб, тот предаст мне». И он омочил в солила, то есть в приправы, и подал Иуде. И сказал, «То, что делаешь, делай скорее». Казалось бы, эти слова, они должны были всколыхнуть сердце Иуды. Но нам говорит Евангелие, что уже окончательно вошел в него Сатана. Он причастился и вошел в него Сатана. Его душа была настолько смертельно обожжена этим куском тела и крови Христа причастием. Он тотчас вышел, но никто еще не понимал, потому что думали многие, у него был ковчежец с деньгами, может, Спаситель сказал, иди еще, что-то приобрети, или, может быть, иди раздай милостыню, что часто Спаситель говорил Иуде. И вот Иуда предатель, ученик один из двенадцати. Каждый из нас, братья и сестры, а мы не лучшие апостолы, апостолы ведь это лучшие люди. мы на фоне их достаточно слабые люди. И поэтому лучше думать о себе, чем были апостолы, которые тоже убежали от Христа, от страха. И апостол Петр трижды отрекся, Иуда предал за тридцать сребреников, но в общем-то ему не нужны были деньги по большому счету апостолу Иуде. Что же нужно было этому апостолу? Апостол Иуда в какой-то момент, да, это была его болезнь, на почве этой болезни он хотел начать уже новую жизнь, новую жизнь без Христа, потому что Христос бесконечно обличал его образ жизни. Он слишком к многому призывал Христос, а он хотел в такой маленький мир погрузиться, как обычно, просто, как все люди живут. И он хотел, чтобы просто Христос перестал говорить, чтобы он перестал сжечь своим глаголом сердца людей. Он просто не хотел, чтобы Христос говорил. В то же время Иуда любил Христа, но не настолько, чтобы идти за ним бесконечно. Он любил его, потому что он был очень связан, и для него важно было, для Иуды, что Христос говорит. А он говорил бесконечно о Царстве Божьем. Он говорил о покаянии. Это уничтожало Иуду. Его мир настолько сузился внутри, что кроме желания обычной простой жизни у него ничего не было. Жажда просто земного и не больше. Так может сказать абсолютно каждый из нас. И сказать, Господи, ну, я-то не многого хочу, я чуть-чуть совсем хочу, просто обычной жизни. И в какой-то момент, когда мы так говорим, мы понимаем, находим в себе такое чувство, что лучше бы Евангелие не звучало, потому что оно опять меня обличит. Это Евангелие опять причинит мне боль. Нет, я не хочу ничего слышать. А потом человек перестает посещать храм, а потом человек перестает исповедоваться, причащаться, потому что для него Слово Божие невыносимо. Потому что то, о чем он говорит, это слишком оторвано от того, чем человек хочет жить по-настоящему. Причастье это соединиться в браке с Богом, как соединяется муж с женой, соединиться с Богом настолько близко, чтобы его боли стали моей болью, как в семье все разделяют. Настолько брак сближает людей, конечно, он может в какой-то момент произойти это расторжение брака, как у Иуды со Христом. В какой-то момент друг друга просто не могут слышать друг другу невыносимые слова, просто даже дыхание другого, своей половинки, которую когда-то ты любил, но идти уже дальше вместе по жизни не могут. Поэтому причастие, братья и сестры, это обо всем. Это не только о том, что мы причастили сегодня за богослужением или в какой-либо другой день, это вообще обо всем, насколько мы можем быть причастны. Вот эту причастность мы называем другим еще словом в нашей повседневной жизни. И звучит это слово так, счастье. Причастие и счастье это одно и то же, потому что и счастье указывает нам на то, что на совместную часть. И причастие говорит о приобщенности к той части. А мы становимся частью тела Христова. Мы становимся частью Его, потому что Он по Своей любви и по открытости нашего сердца воссоединил нас с собой. И, конечно, всегда для Него больно, когда мы делаем подобный шаг, подобно Иуде, Петру, который, говорят все, апостол Петр сказал, все предадут, но не я. А Господь с печалью говорит Петру, петух, прежде чем пропоет, ты уже трижды от меня отречешься. Так и случится. И поэтому причастие, братья и сестры, это не просто вычитать молитвенное правило и потом подойти к Батюшке и Батюшка даст частицу служицы. Причастие это образ нашей жизни, когда мы понимаем, что сейчас Он служит мне, сейчас Он смирил себя, сейчас Он меня омывает, сейчас Он мне служит. А раз Он мне служит, то какой трепет должен объять меня, какое чувство благодарности, поэтому мы называем литургией, литургию называем еще Евхаристией, что в переводе благодарность. Пусть же это благодарность, братья и сестры, которая подобно огню в купине неопалимой горит в нас, не сжигая нас, а только нас освещая, только просвещая нас. И в заключение напомню слова нашего Господа, это его, простите, апокалипсис, третья глава, шестой стих. И там Господь говорит, я стою и стучу в сердце человека в надежде, что услышат голос мой и откроют мне дверь. Я войду к нему и вечерить буду с ним. Видите, вечерить будет Христос с нами. И сегодня называется тайная вечеря. Это значит, что вечеря, вечерить с ним, он готов приготовить нам ужин. Он готов войти даже гостем, но послужить нам внутри нас, нашей жизни. Но для этого нам нужно хотя бы просто услышать его голос, не так, как Иуде, он невыносим уже был, и открыть дверь своего сердца и сказать, Господи, помоги мне это сделать, помоги мне открыть дверь моего сердца. И вот если это произойдет, то тогда мы не будем, как сказано в сегодняшней молитве, вечери твоей я тайны днесь, сыне Божий, причастниками прими, небо врагом твоим тайну повем, не лобзани я ти дам, я я Иуда поцелуем предал Иуда Христа, но я ко разбойник исповедую тебя, помяни мя Господи во царстве твоем аминь. иду, я я иду,